Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами опять Роман Головин и мы с вами сегодня поговорим о так называемой щетине новорождённых. Бывает ли она вообще, эта щетина? Не заблуждение ли это? Атавизм какой-то? Как она выглядит? Ну и будем разбираться, как её удалять, стоит ли удалять. Существует множество различных мнений, в том числе и на форумах, и у тех женщин, у которых существует несколько детей. Появляется эта щетина далеко не у всех детей, появляется только у некоторых. И поэтому сложились различные мнения, в том числе и у народной медицины, и у педиатров. Современная медицина, например, вообще не признаёт наличие никакой щетины, всё это смеётся даже. Поэтому у современных врачей вы поддержки не найдёте. Самые мамочки придумали различные способы удаления этой щетины. Другие мамочки мне говорят, вообще не бывает этой щетины, всё это заблуждение. Ну и так, давайте разбираться. Щетина новорождённых может быть на самом деле атавизм. А все вы слышали, что есть генномодифицированные продукты, так называемые. Вот даже были случаи, когда люди ели очень много сосисек различных, а там генномодифицированная соя была в них. И люди, которые использовали эти продукты в течение долгого времени, начинают привыкать к холоду, то есть живут на холоде. Показывали даже по телевизору, одного мужчины, женщины, живёт в вагончике в холодное время года, когда наступает тепло, там больше нуля градусов, человек падает просто в омборок. Привозили его к врачам, обследовали, ничего не могут понять. Загоняют его в холодильник, сразу человек приходит в себя. То есть на генном уровне изменяются какие-то гены. То есть это один из вариантов. Почему не у всех, у ваших, конкретно, в каждой вашей семье, допустим, есть двое детей, трое, четверо, одного есть, а другого нет. Кормите точно так же, живёте точно так же, гигиену проводите точно так же, а волоски у одних есть, а у других нет. Значит вопрос сам напрашивается. Либо это какие-то гены совпали просто, да? Либо это поломки генов, что волоски эти начинают периодически вылезать в раннее детство. Либо вот вы что-то когда-то ели, и вот эти гены распределяются именно таким образом, что у новорождённых вылезают эти волоски. И, конечно же, не стоит бояться, что ваш карапуз, да, превратится в какого-то обезьяно, обезьянообразного кинг-конга, да, обрастёт весь волосами, и так далее. То есть надо понимать, что это за волосы, что они не будут постоянно, как они появились, так они уйдут, но единственное, единственное, что они доставляют малышу очень неприятные ощущения. Малыш может быть кричать, переворачиваться, зуд появляется, раздражение, и так далее. То есть есть ряд определённых факторов, по которым с этими волосами многие мамочки считают, что нужно бороться. Нужно всегда считать по ситуации, смотреть. Сейчас мы об этом ниже поговорим. Вот, например, да, есть женщины, которые более старшего поколения, они однозначно в один голос утверждают, что щетина грудных детей это не редкость, что она существует. У многих детей просто некоторые мамы, они не присматриваются, не выискивают, а молодые, они как бы говорят, что, в принципе, это явление такое более редкое, на самом деле, нежели принято о нём говорить. Что у нас встречается в нашей жизни. Опять же, повторюсь, что педиатры, они не признают наличие никакой щетины. И подобное явление, да, в наших массах называют по-разному. Самым распространённым, собственно, да, щетина также является ещё и есть такое понятие, как кочерга. Звучит, конечно, мрачновато, но выглядит не лучше. Сквозь кожу ребёнка могут пробиваться жёсткие волосы, чёрные, словно проволока. Они достаточно короткие, твёрдые и могут реально причинять ребёнка беспокойство. Схожи очень по тактильным ощущениям у нас мужской щетиной. То есть, у меня вообще щетина мягкая, с моей не надо сравнивать. А есть такая щетина, просто на самом деле, такая чёрная, толстая, мощная. И вот эта щетина, она может встречаться в области плечей у ребёнка, да, в области задней поверхности рук, ног. Иногда она на щеках вылезает, но реже гораздо. И может и в других местах встречаться ей, но гораздо реже. Как обнаружить эту щетину? Существует несколько способов, как можно это обнаружить, щетину, норождённую. Многие начинают эту щетину специально искать, нет ли у малыша ихнего щетины. Если же ребёнок начинает беспокоиться, многие женщины, уже опытные, которые знают, сразу начинают искать эту щетину. То есть, ни с того, ни с сего ребёнок начинает лозить, плакать, что-то его беспокоит, капризничать. И причём, этот плач может усиливаться в ночное время, когда ребёнка кладут на спинку, и щетинка произрастает на бёдрах боковой поверхности рук. Эта щетина, она бывает и от одного до двух месяцев встречается, и от двух до трёх месяцев встречается. Это очень важная вещь, и даже если у вас нет детей, и вы будете планировать детей, это видео вам очень нужно. Если у вас вдруг встретятся, даже если у вас двое детей, трое детей, и когда там может быть появятся следующие дети, вы можете столкнуться с этой проблемой. А можете сами просто сделать в следующий раз эксперимент, когда будут новорождённые дети, просто проверить, как можно эти волосы просто обнаружить. Как можно обнаружить и вывести? Для этого кожу ребёнка смачивают грудным молоком, можно жирным кремом смазать, либо каким-то косметическим маслом, желательно натуральным, интенсивно растирать. Если щетина есть, то она сразу выступит на поверхность. То есть это такой как индикатор. Причину появления столь неприятного явления народ толком объяснить не может. Я вначале уже сказал примерно по каким причинам она может появляться. еще в простонародье немножко посмеемся с вами поговаривают будто бы щетина появляется у детей, чьи мама не любит кошек либо ели очень много семечей и очень много кушали сала. То есть в простонародье есть эти можно сами проверить если у кого у ваших детей есть щетина и ели вы перед родами во время родов очень много сала семечек различных и на самом деле не любите ли вы кошек ну вот такие суеверия в простонародье они существуют есть довольно таки много различных способов выводить эту щетину итак поехали для этого кожу малыша необходимо распарить сделать это можно в ванночке с горячей водой но лучше всего в бане но вы должны понимать что это малыш не взрослый человек и нельзя не забывать о безопасности малыша ведь его теплообмен еще не сформировал нервная система не сформировала и так далее все железы не сформированы и долгое нахождение в горячей бане может обернуться для малыша серьезным тепловым ударом поэтому лучше не прибегать к таким радикальным мерам просто можно хорошо распарить малыша в ванной до приобретения его кожи ровного розового цвета затем вытереть его полотенцем положить на животик также есть способы попроще способ полегче например накрыть спинку детски ребеночка смоченным в горячей воде махром полотенцем и оставить на какое-то время затем щетину выкатывают кто-то замещает обычное дрожжевое тесто на грудном молоке кто-то добавляет в него мед некоторые смешивают просто муку с медом или еще раз добавлению воды рецептов масса но вполне можно обойтись только материнским молоком или размоченным мятежем хлеба или подогретым коровьим молоком с разведением с разведенным в нем дрожжами ну дрожжи конечно не знаю лишнее наверное выбранную для процедуры смесь катают на коже ребенка щетинки прилипают к ней и бесполезенно покидают кожный покров они не имеют луковицы и находятся близко к поверхности поэтому легко выходит наружу кроме выкатывания также можно проводить компресс распаренную кожу смажьте жирным кремом оберните сухой чистой марлей на ночь а утром снимите ее и протрите кожу влажной ватой то есть вот такие нехитрые рецепты еще также существует еще несколько интересных рецептов также можно обертывать размоченным в грудном молоке хлеб приложить к коже также обернуть пленочкой поместить ребеночка в ванную с теплой водой после купания снять пленку и удалить мякиш процедура следует повторять несколько раз на полное исчезновение щетины также есть такой метод удаления волос медом сразу же предупреждаю что поскольку и вы и ваши дети они питаются неправильно с раннего детства мед может вызвать сильную аллергию поэтому вы предварительно немножко капельку меда положите на предплечье ребенку пусть хотя бы 10 минут этот мед находится на коже если же не будет никакого покраснения изменения цвета кожи то можно ребенку применять этот метод после тщательного разогрева кожи в бане или ванной по предыдущим методикам разотрите спинку малыша теплым медом и накройте его марлей оставьте марлей на спинку 3-5 минут после чего аккуратно снимите его и ополосните кожу ребенка большим количеством теплой воды после этого вытойте ребенка оберните тонкой пеленочкой через 10 минут снимите пеленку волоски должны остаться на ней по поводу меда еще сразу хочу сказать если вы допустим купили какой-то химический мед вы не знаете не можете проверить нет опыта и так далее и вы все равно каждый мед когда вы будете покупать каждый раз надо наносить ребенку потому что во-первых меды разные бывают натуральные липовые гречичные и так далее то есть хмелелин разновидностей горные из трав и так далее каждый раз вы наносите потому что там существуют разные компоненты в этом меде они могут причинять реально вызвать аллергию то есть мед это очень сильное очистительное средство если уже организм ребенка засорен и еще организм ребенка он еще не сформирован даже если он чистым все равно может какую-то аллергическую реакцию дать организм ребенка еще не привык к таким сильным компонентам все-таки мед он все-таки для взрослых людей а не для грудных детей очень многие мамочки они выщипывают пинцетом эти волоски ну я бы наверное этого не стал делать во-первых ребенку это больно какое-то издевательство наверное в большей степени и многие так же считают что все-таки это какие-то уже варвары не знаю варвары не варвары но ребенка это доставляет неприятность если там несколько волосков ну наверное не знаю можно наверное выдернуть и то наверное я бы не стал если у ребенка спина или плечи то рекомендую предыдущим методом воспользоваться которые вам больше по душе и опять же повторюсь многие мамочки говорят что эта щетина она вообще у всех детей существует на самом деле если же как я сказал в самом начале если же ее смазывать и раскатывать ее распаривать кожу смазывать каким-то кремом молоком раскатать ее пальцами растереть кожу то эта щетина она может проявиться кто-то говорит что она у всех есть но я уверен что она далеко не у всех есть у некоторых она есть у некоторых ее нет поэтому существует между женщин очень много разногласий в том числе на форумах и в жизни очень много но опять же повторюсь если же вы нашли эти волоски либо вот этим методом тестирования они проявились у ребенка если же они реально беспокоят то вот этими самыми щадящими методами наверное есть смысл их удалить если же они не беспокоят наверное нет смысла их трогать следите внимательно за ребенком все-таки это как такая женская эпиляция в миниатюре у ребенка происходит и каждый он волен верить во что хочет поступать как считает правильным это понятно позиция педиатров такова не существует у детей никакой щетины тем более мнимая почерга это остатки пушковых волос омертвевших клеток эпидермиса и выделение сальных желез которые скатываются в плотное образование напоминающую ту самую щетину а между прочим многие родители подтверждают эту теорию при более близком и детальном изучении щетины она оказывается скатышами нательных волосков скручиваясь в плотное стержень самостоятельно или при нашей с вами помощи если вы или мы проводим интенсивное растирание кожи волоски натягиваются вызываются боль дискомфорт у ребенка такое в действительности может случиться но без постороннего вмешательства образования скатыш довольно таки большая редкость и более того при проведении каждодневного туалета у ребенка ежедневного включающих купание и обработке кожи детским кремом и маслом эти скатыш либо не образуются вовсе либо своевременно исчезают и дети уже становятся более спокойны более хорошо спят на это у них есть другая причина массаж можно также проводить итак подведем итоги что я еще хотел бы сказать сколько людей столько мнений каждый следит за своими детьми каждый волен поступать так как он считает нужным и вы правы и другие правы кто-то их оставляет кто-то их не оставляет кто-то один метод использует в принципе ничего страшного нет если вы удалите ничего страшного нет если они останутся то есть это не угрожает жизни ребенка единственное да если они реально беспокоят ребеночка да вот вы реально видите что есть волосы невооруженным глазом ребеночек кричит видите явно дискомфорт и беспричины и ночные вот эти крики то да ищите причины в волосах смотрите если волосы удаляйте их нежно аккуратно и я бы наверное так посоветовал я бы наверное для себя такой же вывод сделал когда у меня появятся дети я буду придерживаться такой теории итак спасибо вам за внимание я думаю что вам эта лекция была полезна те у кого нет детей это тоже вам информация на будущее я думаю что пригодится итак спасибо вам большое всего самого доброго до свидания